Были исследования, которые проводили на пловцах. Эта группа опытных спортсменов улучшила свои показатели после приема 250 мг кофеина, а группа обычных людей не показала сходного эффекта. Воздержание от кофеина в течение от 2 до 4 дней не усилило действие кофеина в контрольных испытаниях. Таким образом был сделан вывод о том, что кофеин действует одинаково и на обычных пользователей, и на тех, кто употребляет его время от времени. Чаще всего кофе используют при тренировке на выносливость. Причина в том, что одна и та же нагрузка легче переносится с кофеиновой поддержкой, чем без нее. Ряд исследований показали улучшение выносливости при приеме кофеина в дозе от 3 до 9 мг на кг веса, при интенсивности упражнений 90% от максимальной частоты сердечных сокращений. Время тренировки увеличилось на 10-20%. Влияние кофеина на короткие высокоинтенсивные нагрузки до конца не выявлено. Некоторые из исследований показывают, что при нагрузках длительностью от 3 до 8 минут при интенсивности 100% это от максимальной КСС. Кофеин влияет путем стимулирования выделения адреналина из надпочечников, что улучшает мышечную сократимость. Когда это происходит, надо прилагать меньше усилий, чтобы выполнить привычную нагрузку. Также многие слышали, что употребление кофеина способствует более быстрому жиросжиганию. Но правда ли это? Дело в том, что кофеин обладает свойством стимулировать липолиз и мобилизацию жирных кислот. Исследования, проведенные на спортсменах, показали, что работающие мышцы сжигают больше жира при условии употребления кофеина за час до тренировки. Кофеин стимулирует липолиз, увеличивает оксидизацию жиров. Но будет ли это значимым вкладом в общий процесс похудения? Но это вопрос неоднозначный. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok